На полях растеневодческого подразделения «Промагра» полным ходом идёт сев азимых. В этом году планируют засеять 12,5 тысяч гектаров, 4 тысячи в агроферме «Роговатовская Нива» и 8,5 в «Красненской». Работают четыре высокопроизводительных пассивных комплекса. Всё пока нормально. Сеем, погоду позволяют, засеем. Здоровая была и погода. А так всё нормально. Вместе с Дмитрием Грассом на пассивной трудится водитель Владимир Клюев. Его задача – доставить зерно из хранилища на поле. А это подвоз семянный. Это как закладка будущего урожая. Если всё нормально, то 30. Когда побольше, когда поменьше. На соседнем поле трудится Александр Бочарников. Для механизатора эта пассивная – 26-я. Пассивная идёт нормально. За смену 120-150 гектар сей. В прошлый год получил сейлку. Нравится. Здесь спокойно. Вес шумит. Весна, запах травы. Земля нравится. Земля работает. Сухая погода позволяет провести работы в сжатые сроки. Уже засеяли 35% площадей. Однако есть и обратная сторона. Все фазимы идут в условиях дефицита влаги. Качество всходов под угрозой. Подобная ситуация во всех регионах европейской части России. Последние хорошие дожди были в начале лета, в июне месяце. Поэтому приходится работать в сложных условиях. Но мы в своих убеждениях следуем русской народной пословице «сей в золу, но в пору». Потому что площадь сева довольно-таки большая. И ждать дождей не представляется возможным. Просто потом будет время упущено. Поэтому надеемся, что всё-таки погода справится. И пройдут обильные осадки. И мы получим дружные всходы. А сейчас, на данный момент, получается, мы просто кладём зерно в некую ячейку, которая сохраняет его до момента наступления осадков. Параллельно идёт уборочная страда. Аграрии спешат убрать сою и подсолнечник. На подходе кукуруза. Отсутствие осадков скорректировало виды на урожай. Мы заканчиваем уборку сои. На данный момент убрано порядка 90% пассивных площадей. Урожайность за счёт того, что... Из-за того, что культура испытывает насадок влаги, урожайность немного ниже плановой. Начинаем уборку подсолнечника. Буквально вот несколько дней уже убираем. Вот по подсолнечнику, в принципе, пока видно на урожай в пределах плановых показателей. Впереди у аграриев ещё много работы.